Андрей Власов был отправлен из китайской командировки обратно на родину после того, как показал себя морально разложившимся. По свидетельствам сослуживцев, такая мера была справедливой. Дело в том, что в Китае Власов содержал рабыню да ещё и не одну. До Великой Отечественной войны Андрей Андреевич Власов успел сделать неплохую карьеру. Власов сумел заслужить такое доверие у командования, что в 1938 году был направлен в Китай. Как пишут Александр Колпакиди и Александр Север в своей книге «Литерные дела Лубянки», поначалу полковник был начальником штаба главного военного советника Александра Черепанова, чуть позже стал советником генерала Ян Сишани, а потом главным советником Причан Кэши. По мнению некоторых историков, за отличную службу Андрей Власов был удостоен золотого хронометра, который получил из рук супруги Чан Кэши и Ордена Золотого Дракона, согласно, другим сведениям, Белой Луны. Однако многие считают, что Орден Власов не получал. Дело в том, что о вручении награды известно лишь со слов самого Андрея Андреевича, который любил приврать, особенно, в тех случаях, когда ему требовалось выставить себя в выгодном свете. Как бы то ни было, информация о том, что Андрей Власов служил в Китае, ни у кого сомнений не вызывает. Мало того, если верить Александру Катусеву и Георгию Апокову, которые имели возможность познакомиться с материалами уголовного дела генерала, обратно на родину Власова вернули по обвинению в аморальном разложении. Данный факт подтверждается тем, что всех советников по возвращении в СССР награждали орденами. Власов же оказался единственным военачальником, не получившим ордена. О недостойном поведении Андрея Власова в Китае вспоминали и его сослуживцы. Так, непосредственный начальник Власова по фамилии Покровский рассказывал, что Власов в период китайской миссии приобрел на рынке 16-летнюю девушку, с которой сожительствовал. Но одной рабыне Андрею Андреевичу было недостаточно, и вскоре у него появились еще три наложницы. При этом Власов ни от кого свой гарем не прятал и перед товарищами совсем не стеснялся. Поэтому неудивительно, что о настоящем облике Андрея Власова было известно всем. Так что не зря Олег Смыслов, автор издания «Иуды в погонах». Они изменили присяги, думает, что ордена Золотого дракона Власов все же не удостоился. Тем более, что Андрей Андреевич утверждал, что орден, как и часы, не сохранились, якобы их у него отобрали на границе сотрудники НКВД. В действительности же, если верить Смыслову, никогда никакие награды на границе у советников не изымались. Впрочем, есть сведения, указывающие на то, что китайцы попросту закрывали глаза на моральное разложение Андрея Власова. Его знали, как завсегдатая местных ресторанов и притонов. Кроме того, как пишет Леонид Млечин, Ян Сишань устраивал для Власова шикарные банкеты и увеселительные поездки, в которых того встречались с транспарантами «Да здравствует полководец Власов». Более того, считается, что у Андрея Андреевича был роман с женой Чан Кайше. Не за это ли ему был вручен Орден Золотого Дракона?